Вдруг мне анекдот захочется какой-то рассказать, а она запись не идет. Как быть тогда в этих ситуациях? Так, я хочу понять ваш уровень владения информацией. Ну, то есть, давайте так. Так, поставьте плюсики, кто понимает, что такое ДНК, что она там двухцепочечная и есть там всякие нуклеотиды, аденин, гуанин, цитозин, тимин. Поставьте плюсики, нолики, кто такие, типа, чего ДНК, какие нуклеотиды, что за аденин, гуанин, типа, что они здесь, гуаниловые нуклеотиды, это про что? То, вот если ситуация такая, поставьте нолики, если ситуация попроще, то плюсики. Дайте обратную связь, пожалуйста. И попрошу, ну, на самом деле, активно в уроке участвовать, то есть, ставить там плюсики всякие. Вам не тяжело, мне будет понятнее, на чем остановиться, подробнее, что рассказать. Начнем с самой, Лера такая, плюс-минус, хорошо. Ну, значит, в процессе разберетесь. Давайте так, я вам лайфхак даю. Вы авокадию, то есть в бот, напишите слово ДНК, чтобы с базовыми вещами разобраться. Он вам пришлет тестик, вам нужно будет на него ответить. Если вы вдруг ошибетесь, он пришлет видео, где расскажет, где я рассказываю немножечко про ДНК. Ну, отлично, респект тебе, Лера. Огромнейший. Так, значит, фрагменты молекулы ДНК содержат 72 гуаниловых нуклеотида, что составляет 36% от общего количества. Давайте нарисуем двухцепочечную молекулу ДНК. Я две цепочки буду рисовать разными цветами. Что это значит? Если здесь есть гуанил, будет комплементарен цитозину. Если у нас есть 72 гуаниловых нуклеотида, и их будет 36%, значит, цитозина будет тоже 72 штуки и тоже 36%. Эти задачи можно решать разными путями. Смысл какой? У нас еще, кроме этого, есть адемин и тимин в этой цепочке. Смотрите, есть ли вся цепочка? Вот так вот выделю. Вся цепочка имеет... Вот мы не знаем, какое количество нуклеотидов на данный момент, но мы знаем, что вся цепочка – это 100%. Значит, гуанил на 36%, цитозин на 36%. Если мы сложим гуанил и цитозин, то у нас суммарно получится на гуанил и цитозин 72%. Это значит, что на аденин и тимин приходится сколько у нас? 28%. То есть 28 плюс 72 у нас получается 100%. Весь аденин, весь тимин мы сложим со всем гуанилом и со всем цитозином, получим 100%. Поставьте плюсики, если здесь вот понятно то, что объясняю. Когда может быть непонятно? Ну, если какой-то кусок базовой инфы отсутствует, тогда пишите в бот ДНК и разбирайтесь с базовой информацией. Потому что тут мы будем прям на следующий этап углубляться, в общем. Итак, значит, если аденина и тимин на 28, значит аденина будет сколько? 14%. Теперь нужно составить пропорцию. Гуанина у нас 72, это 36%. А аденина у нас Х, и это 14%. Смотрите, не обязательно искать 100%. Можно просто составить такую пропорцию. 72, это 36, а Х, это 14. В результате чего Х получится сколько? Пожалуйста, посчитайте самостоятельно и напишите ответ в чате. Кстати, Алена, поделись, какая ты Алена, ты ли та Алена, которая у меня учится, или тоже просто на бесплатное приходишь? Так, Иван Савченко пишет 28. У кого еще получилось 28? Есть тут такие? Отлично. Так, идем дальше. Если кому-то что-то, откуда взялось 14, вот, респект. Смотри, 14 аденина и 14 тимина. Вместе 28. То есть, так как молекула ДНК – это двухцепочечная молекула, где гуанина столько же, сколько и цитозина, а аденина столько же, сколько и тимина, значит, зная количество гуанина, гуаниловых нуклеотидов, что их 36, значит, цитозиновых тоже будет 36. Вместе их 72. Так как всего в ДНК всех нуклеотидов 100%, то 100 минус 72 будет 28. Но 28 – это у нас аденин плюс тимин, а их в равных количествах, значит, 14 аденина и 14% тимина. Вот мы пропорцию пишем потом, 72,36 и х-14. В результате получаем 28. Так, все понятно? Ну, это такая, это легкая, прям задачка, разминочная. Вторая тоже легкая, разминочная задачка. Здесь нужно просто понимать, как происходит синтез белка. Так, поставьте плюсик те люди, кто понимает, что первый этап синтеза белка называется транскрипция. Нолики поставьте, кто этого еще не знает. Ну, мы просто будем понимать. Лера, все-таки 10 класс откликается. Вообще, если есть большое желание, приходи на занятия. Мы как раз все эти штуки сейчас проходим, разбираем. Вплоть до ЦТ очень много инфы соберешь и опыта на тестиках наберешься. Итак, транскрипция. Первый этап получается информационная РНК. Информационная РНК в себе несет код. Следующий этап – это будет называться трансляция. Тоже, я так понимаю, все знают, что трансляция – это синтез непосредственного белка на рибосомах. Синтез белка на рибосомах. Транскрипция – это синтез информационной РНК на транскрибируемой цепочке ДНК. Смотрите, ДНК – это двухцепочечная молекула. И одна цепочка, допустим, вот эта, это будет транскрибируемая. А вот эта цепочка, она будет нетранскрибируемая. Транскрибируемая так называется, потому что на ней проходит транскрипция. А нетранскрибируемая, потому что на ней не проходит транскрипция. Вот такая вот штука. Что мы знаем про информационную РНК и про трансляцию? Чтобы закодировать 150 аминокислот, давайте так, чтобы закодировать 1 аминокислоту, вот кружочек 1 аминокислоту нарисовал, нам нужно 3 нуклеотида. Здесь будет речь идти про свойства генетического кода. Это, скажите, вам нужно, давайте так, если вам понадобится, а вам реально понадобится 6 свойств генетического кода, и не просто их название 6 слов, а что это такое, как их применять, это видео длится буквально 3 с чем-то минуты, меньше 4 минут. Там полностью объясняется вот все, что нужно, ну вот, чтобы вы любой вопрос ответили, что значит генетический код вырожденный или избыточный, ну, короче, на любой вопрос, который встретится в ЦТ на эту тему, вы сможете дать ответ. Вот просто отмечайте меня в инсте в сторис, и я вам в личку скину этот видочек. Договорились? Ну, кто у меня учится, я вам и так это скину, вы мне просто напишите, но тоже можно отметить. Итак, генетический код, он триплетный, поэтому 3 нуклеотида кодируют 1 аминокислоту. Ну, то есть 3 следующих нуклеотида будут кодировать следующую аминокислоту, в рибосомах будет между ними образовываться пептидная связь и так далее. Значит, напишите в чатик, сколько нужно нуклеотидов, чтобы закодировать 150 аминокислот. 450, правильно. Значит, этот ген содержит уже минимум 450 нуклеотидов. Терминирующий кодон, вот триплет, это 3 нуклеотида, которые остановят синтез белка. Ну, то есть после вот этих вот 3 нуклеотидов синтез белка идти уже не будет. Понятно? Что такое промоутер? Промоутер – это участок на ДНК, к которому крепится РНК полимераза. РНК полимераза – это фермент, который будет осуществлять вот эту транскрипцию. Смотрите, транскрипция – это процесс синтеза информационной РНК. Информационная РНК не синтезируется сама по себе вот просто так. Ее синтезирует фермент РНК полимераза. Чтобы этот фермент понимал, куда присоединиться и откуда начать транскрибировать ДНК, нужно обозначить это место. Оно обозначается промоутером. То есть промоутер – это участок, куда прикрепится РНК полимераза, чтобы считать вот эти 450 нуклеотидов. И еще три нуклеотида нужны для того, чтобы закончить синтез белка, закончить трансляцию. То есть в этой задаче что нужно? Вы берете 450 плюс 47 плюс 3 складываете. Нехитрыми вычислениями получаете 500. Вам нужно 500 умножить на длину одного нуклеотида. Это 0,34. Напишите в чатик, сколько вы получите. И, собственно, это и есть ответ. 170 пишите. Если число дробное, то его нужно будет округлять до целого. Все получили 170 или у кого-то получились еще какие-то другие цифры? Так, надеюсь, все понятно. Идем дальше. По поводу вот этой задачи. Здесь я хочу вот что сказать. Когда вы видите... Среди вас могут быть те люди, которые не совсем точно понимают процессы дыхания. Допустим, вот не до конца выучили, что там в митохондриях происходит. Но вы знаете лишь это приблизительно. Поставьте плюсики, если среди вас вот есть... Давайте один плюсик. Если вы приблизительно знаете, что там в митохондриях происходит, и для вас эта задачка, ну, такое себе. И поставьте много плюсов, если вот вы профи. Для вас такое считать легко. Можно нолик, если тут вообще ничего непонятно. Каждый, кто здесь есть, давайте просто тыкните что-нибудь. Так, у нас уже два человека каких-то отвалилось. Наверное... Лера с 10 класса ушла. Наверное, ей понятно стало, что он так. Что-то еще не ее уровень. Окей. Первая просьба. Если вы увидите какое-то для себя задание, незнакомое на ЦТ, это не значит, что его нужно сразу вот как-то вот кинуть. Иногда, вот вы должны понимать, иногда вам не нужно знать вот прям досконально процесс, который здесь происходит. Иногда вам достаточно приблизительных каких-то знаний. И нужно, чтобы вы просто сделали попытку что-то посчитать. Общий смысл, как это посчитать, я вам сейчас вот расскажу. И вам нужно его понять. Если кто-то из вас задает химию, то в химии вам это... Вы тоже постоянно решаете задачи в химии, используя такие штуки. То есть, если у вас есть какой-то многоступенчатый процесс, допустим, образование, допустим, окисление, ну, сам по себе и гликолиз, это многоступенчатый. И гликолиз, и дыхание, это многоступенчатый процесс окисления глюкозы. Мы берем С6H12O6, глюкозку. В результате что у нас получается? СО2, ну, мы сюда еще должны добавить кислородик. То есть, если плюс кислород, то у нас получается СО2 плюс H2O, ну, и энергия выделяется. Если мы будем расставлять коэффициенты, я красненьким здесь напишу сюда шестерочку, сюда, и сюда шестерочку нам нужно поставить. Так, вот эта штука всем понятна, что это общая реакция окисление глюкозы. Из этой всей схемы самое важное вам, ну, вам нужно посчитать, сколько СО2 образовалось в ходе дыхания. И вы знаете, что промежуточный этап это пировиноградная кислота. Так вот, давайте просто, вот глюкоза, она окиселяется до двух молекул пировиноградной кислоты. И в дальнейшем эта пировиноградная кислота идет в митохондрии и окиселяется там до СО2 и H2O. Что вам нужно знать из этого всего? Вот смотрите, если у вас есть одна молекула пировиноградной, одна молекула глюкозы, и из нее может получиться две молекулы пировиноградной кислоты. А у вас есть 280 моль пировиноградной кислоты. Скажите, сколько моль глюкозы должно быть? Из одного может получиться два, а если у вас 280, сколько должно быть глюкозы? Кирилл, если у тебя 560 моль глюкозы, сколько ты пировиноградной кислоты получишь, если из одной можешь получить два. Да, 140. Из 140 получится 280. Из 560 получится 1120. Всем понятно, что из 140 моль получится 280 моль. То есть это значит, что мы имеем со старта 140 моль глюкозы. 140 моль глюкозы у нас есть. И нас спрашивают, сколько нужно СО2. СО2. Кто имеет 140, сколько мы получим? Напишите в чатик. Кто еще получил 840? А остальные не получили? Натыкайте плюсиков, чтобы я так, Ваня, как у тебя там дела. И у нас две Анастасии. Все, вопросов нет. Идем дальше. Мы с дыханием этим будем разбираться. Да, 140 умножили на 6. Понятно, почему умножили. Если из одной молекулы глюкозы, из одного моль глюкозы может получить 6 СО2, то имея 140 моль, мы получим в 6 раз больше. Так. Здесь, смотрим, белок состоит из 110 аминокислотных остатков. Давайте опять нарисуем двухцепочечную молекулу ДНК. Какую длину имеет его участок, участок транскрибируемой цепи ДНК. Теперь, давайте попробуем сделать таким образом. Решите у себя эту задачку по решению. Во-первых, вас мало. Правильно? Вас мало. Значит, попробуйте на листике решить эту задачу, сфоткать свое решение и прислать в рабочий чатик или туда в канале, в комментарии куда-нибудь закинуть, прикрепить. пока вы решаете, все-таки у нас время чуть-чуть ограничено. На этих занятиях наверное все-таки нет времени дать вам что-то порешать, поэтому я вам просто поясню, что в этой простой задаче скрывается такого важного. двойной виток вот он, это отсюда до сюда и отсюда до сюда это один виток. Он имеет длину 3-4 нанометра и говорится, что на этой длине находится 10 пар нуклеотидов. 10 пар. Это значит один нуклеотид тут, второй тут. Вам нужно рассчитать длину вот этого красной цепочки. 110 аминокислот и вы же понимаете, что нужно умножить на 3 и в результате получите 330 нуклеотидов. 330 нуклеотидов это длина вот этой вот цепочки. Все с этим согласны, что 330 нуклеотидов это длина вот этой вот красной цепочки. Теперь смотрите, что самое важное вот в этих вот задачах. Если вы берете 330 нуклеотидов и вам нужно найти длину, берете, что длина х, какую длину в нанометрах, мы пишем х, то вы знаете, что у вас есть участок длиной 3-4 нанометра и у меня к вам вопрос. Напишите в чате, какое число нужно написать сюда в эту пропорцию, чтобы найти х. пишите, пишите в чатик, уже одна цифра есть. да, Ваня, я с тобой согласен, но есть в этих задачах иногда определенный подвох. И в твоей ситуации нужно просто знать о существовании этого подвоха и по этой причине попробуй подумать, какое сюда число ты напишешь. Ну, давайте так. Ваня, ну, то есть по поводу твоего там все окей, да, давайте сюда еще посмотрим на эту пропорцию. В целом касаемо всех этих заданий, всех этих задач, что вам нужно понимать, когда вы составляете пропорцию, если вы берете количество нуклеотидов в одной цепочке, количество нуклеотидов в одной цепочке, вот если вы берете. Значит, на участке длиной 3-4 нанометра, скажите, вот на этом участке его, ну, давайте зеленым цветом выделю, вот этот вот участок выделяю, вот на этой вот цепочке, напишите, сколько здесь находится нуклеотидов? Только на одной этой цепочке. Сколько штук нуклеотидов напишите в чате. Вы когда ничего не пишете, мне скучно становится. И мне хочется занятия сделать платными тогда. Или вообще тупо их не проводить. 10 пар нуклеотидов это на двойной спирали. вот 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 сейчас пошел кайф. Почему? Потому что вот вы сейчас поймете и у вас полетят задачи. Ваня, у тебя в том числе. Тогда 10. Да. Кто начинает понимать, что 10? 10 пар, что значит? Значит, вот одна пара, потом вот вторая пара, третья пара, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и вот десятая. 10 пар нуклеотидов. Значит, на одной цепочке 10 и на второй 10. И длина всего этого витка 3-4 нанометра. этот момент, если понятно, наставьте побольше плюсов, потому что он ключевой. Что на этом участке длиной 3-4 нанометра на одной цепочке 10 нуклеотидов и на другой цепочке 10 нуклеотидов. Когда вы составляете пропорцию, вы должны понимать, что если вы берете количество нуклеотидов на всей красной цепочке 330, то на этом участке длиной в 3-4 нанометра вы должны тоже взять только его, то есть на нем будет 10 нуклеотидов. Если вы составляете пропорцию и хотите взять вот здесь поставить 20 нуклеотидов типа демпсай 20-3 и 4, значит вам нужно взять 2 цепочки а черная цепочка тоже имеет 330 нуклеотидов. Значит тогда на черный должно быть 660-x. Вот напишите в чате если стало понятно. То есть если вы берете 20, значит вы должны взять 2 цепочки. Если вы берете 10, вы должны взять одну цепочку. Ага. В этом есть некоторый подвох. Давайте сейчас откроем похожую задачу. То есть чему здесь будет равен x. Нам нужно 3 и 4 умножить на 330 и разделить на 10. Получится вот то, что 112,2. Пойдем дальше. Так, всем понятно? Это пока мы пропустим, это пропустим. возьмем вот эту цепочку. Ну, то есть длина вот в той задаче ответ будет 112. Не 56, а 112. У всех он получился 112. 112. в чем подвох? Ваня, смотри, если бы у тебя задача, ну, то есть Ваня как считал? Ваня посчитал длину одной пары и перемножил и получил 112. Если бы задача была построена, вот была похожа на вот эту, и давай, давай, Ваня, представим, если бы ты со старта нашел, что в двух цепочках 660 нуклеотидов, как бы ты решал эту задачу? Вот тебе, вот так получилось, что ты нашел, что в двух цепочках 660, и ты понимаешь, что у тебя две цепочки и 660 нуклеотидов, как бы ты считал? То есть они 330, а 660. Ну, во-первых, это надо понимать, какая проблема перед вами, чтобы это не было так, что вам повезло, и поэтому вы решили задачу. Ладно, чтобы с этим поглубже разобраться, вот у нас задание, есть, фрагмент молекулы ДНК, двойная спираль. Мы опять ее нарисуем, эту двойную спиральку. Она вся имеет длину 51 нанометр и содержит 45 тимидиловых нуклеотидов. То есть мы понимаем 45 тимина и точно так же будет 45 аденина. а нам нужно найти процентное содержание гуаниловых нуклеотидов. Чтобы найти процентное содержание, нужно количество гуанина разделить на количество всех нуклеотидов. Ну и по стандарту вот у вас есть 10 пар нуклеотидов длиной 3-4 нанометра. Так теперь скажите вот у вас будем прощать есть 3 и 4 нанометра вам сюда нужно поставить какое-то число и у вас есть цепочка длиной 51 нанометр и это будет x всех нуклеотидов. Смотрите длина цепочки двойной спирали 51 нанометр. Вам нужно найти количество всех нуклеотидов чтобы в итоге посчитать процентное содержание гуанина. Ну нужно по-любому вам без этого никак. Значит чтобы найти количество всех нуклеотидов вам нужно сюда в пропорцию поставить какое-то число. Напишите в чате какое число вы сюда подставите. так Иван написал давайте еще каждый возьмите напишите сюда что вы подставите какое число подставить 10 напишите 10 так те кто написал 20 я думаю вы понимаете почему 20 карина почему 10 подумайте сейчас мне нужно поменять локацию и мы с вами продолжим субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... ...то задайте вопрос, сколько нуклеотидов на двух цепочках на этом участке? На этом участке на двух цепочках находится 20 нуклеотидов, потому что 10 пар. Если вы хотите найти количество на одной цепочке, значит, вам нужно подставлять 10, потому что на одной цепочке на этом промежутке длиной 3-4 нанометра будет 10 нуклеотидов. Поставьте еще раз побольше плюсиков, если вот этот момент вам понятен, потому что именно он в этих задачах является ключевым. То есть если вы с ним разобрались, все задачи в CT у вас будут решаться на такую тему. Там особо больше сложного ничего нету. Все остальное попроще. Допустим, тут отсюда вы считаете, что 3-4-20, 51-x. Сколько получился x? Назовите. Я думаю, вы уже посчитали. 3 на 300. Еще раз объяснить. Хорошо, я еще раз объясню. И заодно пересчитаю. 51 на 20 разделить на 3 и 4. Да, 300. Подобное нужно складывать с подобным. То есть если вы хотите найти количество нуклеотидов на двух цепочках, двух на этой и на этой цепочке, значит на участке длиной 3-4 нанометра вам нужно тоже взять количество на двух цепочках. А на этом участке здесь находится 20 нуклеотидов. Итак, то есть вы в пропорции должны, если вы берете две цепочки, то вы берете две цепочки и там и там. Если вы берете одну цепочку, то вы берете одну цепочку и там и там. Понятно? Вот наставьте плюсов, если понятно. Вот если до конца понятно, наставьте плюсов. То есть две цепочки. Если здесь две цепочки, то и здесь две цепочки. Если вот здесь одна цепочка, значит и здесь одна цепочка. Вот прям железно должно быть. Так, кот пришел. Пришел передать вам привет. Мяу-мяу-мяу. Не знаю, видно, не видно. Тоже биологию учат вместе. Так, значит вы получили, что количество всех нуклеотидов 300 штук. 300. Отсюда есть два варианта решения. Вам как больше понравится, так и решается. Первый вариант. Вы можете найти количество того же тимина, допустим, или аденина. Это будет, ну, то есть первый способ, это 45, если вы разделите на 300 и умножите на 100%, сколько вы получите? Нолики сократятся, 45 разделить на 3, получится 15%. 15% это у вас тимин. Значит, тимин плюс аденин будет сколько? 30%. Значит, цитозин плюс гуанин будет сколько? 70%. Так. И гуанина будет половинка. От 70, значит, гуанина будет 35. Либо вы считаете, что 45 плюс 45 – 90. 300 минус 90 получится... Сколько? 210. 210 – это у вас цитозина плюс гуанина делите на 2, 105. 105 делите на 300, получаете тоже 35. Так, это понятно? Ну, по такой схеме будет чуток проще и быстрее. Ну, меньше вычислений. Ну, имейте в виду, что можно и так, и так. Так, дальше идем. Так, вот эту вот пропорцию реши. Сколько у тебя получится? 51 нанометр на всей длине находится X количество нуклеотидов всех. А 3,4 нанометра – это 20 нуклеотидов. На участке длиной 3,4 нанометра на двух цепочках 20 нуклеотидов. Значит, на двух цепочках длиной 51 нанометр будет X нуклеотидов. X получится 300. А сколько у тебя получается? Ну, Кирилл, и ты пропорцию вот эту решил или не решил? Тут либо да, либо нет. Напиши, да или нет. Короче, реши эту задачу с фоткой и пришли мне. Что ты там делаешь, что ты не понял, почему 300. Ну, вот, X найти. Ну, то есть пропорцию посчитай и получишь 300. Так, давайте пойдем дальше. Вот, Карина, да, все правильно. 51 умножаем на 20 и делим на 3,4. Получаем 300. Все, вот видно уже, человек шарит. Респект. Так, значит, вот это вот... Все похожее, подобные задачи. Это все просто легко. Так. Давайте постараемся вот эту и вот эту я вам поясню. О, я не смог объяснить. Карина объяснила. Спасибо, Карина. Командная работа. Так. Вот у нас есть участок одной молекулы цепи ДНК. Он содержит 400 генов. В общем, первая сложность, с которой сталкиваются люди, это то, что они просто по порядку начинают что-то делать, что-то перемножать, сразу же искать. И потом в процессе всего деяния начинают путаться, делают глупые ошибки. Давайте посмотрим, что вам нужно. Тут формула скорости. Да, то есть вам нужно найти время. То есть нужно найти время. А время это у нас что? Это расстояние, деленное на скорость. Скорость у вас уже известна. Это 700. Расстояние вам нужно будет посчитать количество нуклеотидов и умножить на 0,34. Тогда вы получите расстояние. Количество нуклеотидов. Это будет 400 генов. 400. И умножить на количество, сколько вот каждый ген включает. Вот каждый ген включает. И поехали считать, что включает каждый ген. Вот один ген включает. Один ген равно 184. Плюс, напишите, 125 аминокислот, чтобы закодировать, сколько нужно нуклеотидов. В чатик напишите. Плюс 375. Плюс 2 участка, не несущих информацию о синтезе белка по 69 нуклеотидов. Они же называются интронами. Они есть. Они не несут информацию, но они есть. Значит, 69 плюс еще 69. И один терминирующий триплет. Это три ненуклеотида, которые тоже есть. Вот если вот это вот все сложить, сколько получится? Напишите. 700. Смотрите, какая магия. Видите, 700 и 700 сократится, и нужно будет 400 умножить на 0.34. Вообще красота. Ну, типа, легко же все считается. Когда начинаются сложности? Когда вы 400 начинаете умножать на 700, потом начинаете умножать на 0.34, получается... Да, тут 136 будет. Вот когда вы сначала сверху все в числителе перемножаете, а потом столбик на 700 начинаете делить, вот тогда начинается самый трэш. То есть вы тогда начинаете ошибки делать в большом количестве. Так, понятно вам? Если вы видите какую-то задачу, где нужно делать какие-то большие, огромные подсчеты, вы просто понимаете, что в CT вас же не хотят словить на каких-то, ну, супер каких-то диких подсчетах. Значит, есть какие-то фишки, хитрости. То есть они его, вот, предполагаются, эти фишки и хитрости. И если вы начинаете просто, вот, у вас супер-мега какие-то большие цифры, значит, ну, возможно, ваше решение двигается куда-то не туда. Посмотрите в конец задач. Вы, когда смотрите в конец задач, вы видите, что вам придется делить на 700. Если вы понимаете, что вам придется делить на 700, то не торопитесь умножать в числителе все подряд. Ведь все равно придется делить. Подумайте о том, что, возможно, получится что-то сократить. Хорошо? Так, ну, и еще одну задачку. Все остальные сами попробуйте порешать, и мы остальное доразбираем с вами. И, Ваня, если есть желание к нам на спринт присоединиться, у нас занятие 4 раза в неделю по 2 часа. Вот примерно в таком формате, как сейчас. Только 4 раза в неделю по 2 часа. Если у кого-то есть желание к нам присоединиться, добро пожаловать. Потому что у нас бонусов очень много, помимо количества занятий. Так. Ну, тут все понятно, идем дальше. Смотрите, вот эта вот задача, вот все максимально в ней просто, за исключением того, что есть такое понятие генная инженерия, да, или молекулярная биология, который практически... Короче, у вас в школе не уделяют внимания, как решать задачи по молекулярной биологии. А эта задача, она, собственно, и есть вот из молекулярной биологии на поиск каких-то мутаций, там, и всякое такое. Я вам сейчас просто объясню общий принцип, как решаются такие задачи из этого раздела молекулярной биологии. Вы его поймете, и ваша задача будет просто его пользоваться, применять в дальнейшем. Договорились? Вот поставьте плюсики. То есть, если у вас не получается решить эту задачу, это, возможно, просто вам никто не рассказывал, как решать задачи по молекулярной биологии. То есть, ну, лайфхаки никто не рассказывал. Вот я вам сейчас с вами лайфхаками этими поделюсь. Итак, смысл такой. У вас есть какая-то стартовая цепочка. Она мутировала. Вот конкретно эта цепочка мутировала, и получилась какая-то там... Ну, мы ее сейчас вот здесь вот будем восстанавливать. И получилась какая-то другая цепочка. И на этой цепочке ДНК. Еще раз. Эта цепочка ДНК какая-то получилась. И на этой цепочке ДНК произошла мутация. Вернее, произошла транскрипция. И получилась вот эта вот цепочка РНК. Значит, вам нужно восстановить цепочку ДНК по типу комплементарности. То есть, мы восстановим цепочку ДНК. И будем сравнивать эту цепочку мутантную с нормальной. Восстанавливаем. Что нужно помнить? Давайте я вам шпору напишу. Можете вот, когда задачу решаете, тоже так делать, что аденин будет комплементарен ТИМИНу. А ТИМИН, смотрите, если мы возьмем, что здесь РНК, мы же будем с РНК переводить в ДНК. То есть, РНК нужно перевести в ДНК. Можете перед глазами всегда написать себе сначала шпоргалочку такую. Типа, вот аденин будет переводиться в ТИМИН, потому что в ДНК ТИМИН. В РНК УРОЦИЛ он будет переводиться в аденин. ЦИТОЗИН будет переводиться в ГУАНИН. ГУАНИН будет переводиться в ЦИТОЗИН. Нижнюю, смотрите. Некоторые путают, какую переводить. Верхнюю или нижнюю. Вы же не от балды переводите. Вы должны понимать смысл. Вот у вас эта цепочка, она мутировала. И с мутантной цепочки произошла транскрипция. Получилась РНК. То есть, вот эта РНК получилась с мутантной цепочки. Чтобы восстановить мутантную цепочку, вам нужно взять РНК и провести обратную транскрипцию. То есть, вот это была транскрипция. В результате транскрипции получили РНК. Вы делаете обратную транскрипцию, чтобы получить ДНК. Эта ДНК, она будет мутантная. И вы будете сравнивать мутантную ДНК и ту, что была в начале. Ну, поехали. В общем, сейчас будем восстанавливать. Значит, ГУАНИН комплементарен ЦИТОЗИНУ. УРАЦИЛ комплементарен. То есть, ААА, потом ГУАНИН. Здесь будет ТИМИН, ГУАНИН, ГУАНИН. АДЕНИН, ТИМИН. ЦИТОЗИН, ЦИТОЗИН. АДЕНИН, ТИМИН. ГУАНИН, ТИМИН. ЦИТОЗИН, ГУАНИН, ЦИТОЗИН. Вот так. Ну, вроде правильно. Если вдруг где-то отпечатался, ну, я надеюсь, что нигде не отпечатался. Так. Смотрим. Вот сейчас начинаются лайфхаки. Вот просто очень крутые лайфхаки начинаются. Смотрим в этих двух цепочках, что есть одинаково. Ц, 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 Г, и тут... Вернее, Ц, А, А, Г. Видите? И там, и там есть. Потом еще Т есть. И тут Т есть. То есть вот досюда в этих цепочках ничего не поменялось. А дальше идет что-то вот другое. Смотрим с правой стороны то же самое. Ц, 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 Г, Ц, потом Т, Т. Ц, Г, Ц, тут Т. Ну, короче, вот досюда. Досюда ничего не изменилось. А дальше вот что-то изменилось. Поставьте плюсики, если тут понятно, что сейчас произошло. То есть мы слева и справа выделили участки, в которых ничего не менялось. И мы их теперь не рассматриваем. Теперь нам нужно посмотреть в середину и найти там какой-то участок, который тоже не изменился. Внимание! Ваша задача посмотреть вот сюда в центр и найти какие-то 2-3, то есть 2-3 нуклеотида, которые есть и тут, и тут. Посмотрите 2-3 нуклеотида и напишите их в чате. Какие вы видите 2-3 нуклеотида, которые ГГА... Арина пишет ГГА. ГГА – это вот эти вот, в глаза бросаются. Верно? Все видят вот эти вот ГГА? ЦЦ – отлично. Еще ЦЦ видите. Окей. В общем, поставьте плюсики, если вот вы видите эти ЦЦ, ГГА. Тут много прям вариантов. Вот вы, когда нашли эти похожие нуклеотиды, вы начинаете работать дальше от них. Допустим, тут же говорится, что произошла делеция 2-х нуклеотидов. Делеция – это выпадение. Когда вы нашли ГГА, вы видите, что ну вот, это же участок, который не изменился. А слева вы автоматом видите, что эти ЦГ, они выпали. Ну вот прям вот они, ну вот они, ЦГ, которые выпали. Вот она, делеция тех самых 2-х нуклеотидов. Автоматом она находится здесь. Дальше. Если мы смотрим сюда, ГТАЦЦТ, то тут ГТАЦЦТ только в обратном порядке. И мы видим, что вот как раз эти 6 нуклеотидов, они и перевернулись на 180 градусов. Поэтому в ответе будет 6. Если вы начинаете от ЦЦ, вот нашли сначала Ц, допустим. Вот ЦЦ. Смотрите, тут ЦЦ. Посмотрите, что слева и справа от ЦЦ. Вы видите, тут Т, а тут А. И вы смотрите, что здесь как бы наоборот. Ну и до вас должно как бы дойти, что вот эти вот ЦЦ, они входят туда, где произошла инверсия. Значит, если здесь Т, то вот оно Т, и мы видим, что здесь дальше ничего не происходило. значит, отсюда смотрим в правую сторону. Т, Ц, Ц, А. Вот она А. А потом вот Т, Г. И вот оно Т, Г. То есть вы либо так, либо так. Ну, в любом случае, вы найдете все, что нужно. Просто запоминайте, что вы нашли то, что одинаковое слева, вы нашли то, что одинаковое справа, а потом вы нашли то, что одинаковое в середине. И относительно этого посмотрели влево-вправо, и вы понимаете, что здесь произошло и как. Ну, то есть вот такому учат на молекулярной биологии, допустим, как решать такие задачи. Ну что, наставьте плюсиков, если занятие у нас было один час, и оно оказалось таким, довольно-таки продуктивным, если вам понравилось. Ваня, пиши, если что, мне в личку. Как бы, будут какие-то вопросы, можно брать индивидуальные консультации, если нужно. Решим. Все, всем хорошего вечера, жду. Ребятки, кто не решил еще итоговые тестики, тут есть у нас, кто из группы много. Если кто-то не решил итоговый тестик, поднажмите, пожалуйста. Посмотрите, что нужно доучить, чтобы быстренько решить второй итоговый тестик. Понедельник, вторник мы разберем... Ну, есть возможность пересматривать видосики, что-то разбирать? Пересматривайте. Первый, второй вариант решить, есть возможность, решайте. Понедельник, вторник, среда, четверг, вернее, понедельник, вторник. Мы больше будем разбирать вопросы, касаемые вот этих вот бактерий, вирусов, протестов, водорослей, грибов, лишайников. И если у нас они слишком быстро закончатся, то что-нибудь еще. Среда, четверг мы будем разбирать клетка, состав их задач. Про бактерии ничего не помню. Хорошо, я там скидывал видосики всякие, если что, смотрите. Авокадий прислал недавно видосик по поводу формы жизни, вот я и рекомендую его пересмотреть. Если что, я перешлю тоже чатик основной и сейчас я это прям сделаю, где-то там было. Ладно, лучше ссылку скину потом и все. Все, добренько, всем хорошего вечера, всем пока-пока, если кто-то не знает, как написать мне в личку, пишите где-нибудь в комментариях в канале, в инстаграме пишите, в любом месте. Удобно пишите. Все, пока-пока, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok